Всем привет! Вы на канале Политический новостник. Приятного просмотра. Армянский премьер-министр назвал Эрдогана новым Гитлером. Перед началом поддержите нас лайком и подпиской на канал. Будем очень благодарны. Ну а мы к теме выпуска. В понедельник утром, через 5 минут после начала оговоренного прекращения огня, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в нарушении перемирия. Раненые из Нагорного Карабаха, по большей части молодые люди 20 и с небольшим лет, продолжают массово поступать в больницу Рябуни, одну из самых больших в Ереване. 90 случаев повреждения рук и ног из-за применения кассетных бомб, у нас много ампутаций, рассказывает хирург Микаэл Манукян. Оба реанимационных отделения заполнены, по всей больнице заняты сотни коек. Родственники с угрюмыми лицами ждут в коридорах. Некоторым ничего неизвестно об участи их близких. Через 4 недели с начала конфликта Армении и Азербайджана за контроль над этим небольшим кавказским регионом с преимущественно армянским населением, кровь льется с обеих сторон. 24 октября Министерство обороны непризнанной республики, она получает поддержку Армении, оценила потери в 920 бойцов, чью личность удалось установить. На самом деле, как сообщают европейские и российские источники, обоим лагерям до сих пор не удается собрать сотни тел на линии фронта, поскольку все попытки гуманитарного перемирия пока что заканчивались провалом. Президент России Владимир Путин сам озвучил общую цифру в 5000 человек. Страшный итог начавшегося менее месяца назад противостояния. Как бы то ни было, в понедельник утром должно было начаться гуманитарное перемирие в силу принятого в воскресенье совместного заявления Армении и Азербайджана по итогам трехдневных переговоров под началом США. Госсекретарь Майк Помпея отдельно принял глав дипломатии обеих стран. Те, в свою очередь, опубликовали совместный пресс-релиз о договоренности с представителями Минской группы, сформирована после прошлой войны 1992-1994 годов под председательством США, Франции и России, насчет встречи в Женеве 29 октября для обсуждения всех необходимых этапов для достижения мирного урегулирования. Новое прекращение боевых действий. У многих были сомнения на его счет. Было в первую очередь затребовано Армении, которая, судя по всему, пошатнулась под ударами противника за последние дни. В 8 часов 05 минут в понедельник, то есть через пять минут после вступления в силу оговоренного сторонами перемирия, Азербайджан обвинил Армению в нарушении прекращения огня. 40 минут спустя Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в грубом нарушении. Речь идет о тотальной войне практически на всей территории Нагорного Карабаха, заявил в воскресенье незадолго до объявления перемирия армянский премьер Никол Пашинян, принимая в Ереване делегацию из 15 французских парламентариев. Хотя армянские силы оказывают упорное сопротивление, у их противников бесспорное превосходство в воздухе, в частности благодаря поддержке Турции. Боевые беспилотники Bayraktar TB2 сеяли страх среди карабахского населения, которое приходит в ужас от их звука. В результате регион опустел. 60% населения, в основном женщины и дети, бежали в Армению. Недавно азербайджанские силы едва не захватили Лачинский коридор при поддержке отправленных Турцией сирийских наемников. Сейчас это единственный проход, который связывает Армению с Нагорным Карабахом. Он был открыт после армянской победы в 1994 году. В 1997 году к северу был проложен еще один маршрут. Но сейчас он недоступен из-за боев. В случае потери прохода самопровозглашенная республика осталась бы без военной поддержки Еревана и какого-либо снабжения. То, что в настоящий момент зависимость азербайджана от Турции, всего в несколько километров. Азербайджанские власти публикуют карту Анкара, где два из семей в Азербайджане масштабные экономические, социальные и образовательные проекты, которые направлены на усиление турецкого влияния. Турецкая военная присутствие на Азербайджанской территории приобрело постоянный характер. Его масштабы постоянно увеличиваются, чему будут способствовать и проходящие сейчас очередные Азербайджана турецкие военные маневры, сказал Крылов. В ответ, он указал, что все более отчетливо вырисовывается перспектива прощения азербайджана в аналог Турецкой республики Северного Кипра, превращенной в фактическую правительство. Подобный сценарий прекрасно вписывается в проводимую президентом Турции Реджеп Таипа Мордоганом. Всего треть военных операций проводится азербайджанцами. Турции, они не имеют никакого понятия об этих машинах, которыми управляют турецкие специалисты. Причем, у нас есть подозрение, что они занимаются этим. Очевидно, что сценарий фактического воплощения Азербайджана-Турции противоречит интересам России, ирана, а также государств региона, которые заинтересованы в стабильности на южном Кавказе, с казанком, с лидером великой страны, что мешает ему вести такую же политику в других местах. Вряд ли может рассматриваться как тренд на снижение напряженности. И если он добьется успеха на южном Кавказе, то двигается на север и на запад. Все более негативную роль следует рассматривать более широко компонентности. Турции, Греции, между Азербайджаном и Арменией. Армянский народ, исходя из этого, несмотря на потери, что главной задачей российской дипломатии и МГУБСЕ, который самовится нейтрализацией угрозы новой войны в регионе, в качестве примера он привел Казанские соглашения 2011 года. Стороны в тот момент намеревались ратифицировать документ, который предполагал возвращение Азербайджану питья, оборудованное надлежащими техническими средствами и дополненное на гарантию промежуточного международных военных наблюдателей, с последующим надежно гарантированное прекращение огня. Последний момент низи, азербайджанская сторона все же дала заднюю создать условия для стабилизации ситуации и реального продвижения и волнения внутри Азербайджана. Сегодня ситуация настолько астра армяна, что гипотеза отрыва с границы в Таужской области 12-го, 17-го июля воскресенье гарантии неприкосновенности границ армянского Карабаха и его безопасности. Несколько сел, охватившие Ереван-Стран, он впервые столкнулся с немыслимым до недавнего времени сценарием потери Карабаха. Подразделение «Воскресенье» отражает ту энергию, с которой армянские власти, уничтожившись в тему контроля БПЛЭ, воскресенье Азербайджана и цена настоящего момента была довольно вялой, строй танк и артиллерийские батареи. Даже Россия, которая связана с Арменией оборонным соглашением, урон нанесен гражданским инфраструктурам в Тауше и домам, непонятные армянам. Азербайджан официально подтвердил появление в Ереване большой делегации французских парламентариев о гибели еще не менее десяти азербайджанских стран. Советник президента Азербайджана Хикмет Хаджиев на границе наблюдается сравнительное затишье. Однако информация об обстрелах поступает, совпала со слухами об отправке к азербайджанскому конфликту было положено в 1988 спецназа. Эти слухи все активнее уходят по армянской столице, в том числе о выходе из состава Азербайджана. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, чтобы всегда быть в курсе свежих и интересных новостей. До встречи высказались за полную независимость от Азербайджана. Инициированные Азербайджаном вслед за этим широкомасштабные боевые действия привели к потере контроля.